Витаю всех глядачей, в Топит Квызнаки, в Канал «Сейчас», я Олена Кырк и рада витата Андрей Сидельников, лидер международного руководителя «Волосниша». Андрей, рада приветствовать. Да, добрый день. Уже вот мы с вами успели обменяться последними новостями, в частности, которые касаются вас. Можно поздравить вас с почетным званием миноагента? Ну, я не знаю, нужно ли поздравлять или печалиться. Меня действительно начали поздравлять знакомые какие-то из разных стран, начали много писем. Ну, огромное количество вышло, конечно, в пятницу, когда список опубликовали, но я готовился к эфиру очередному своему и, в общем-то, узнал, честно говоря, когда мне просто пришли сообщения и начали журналисты звонить, брать комментарии. То есть для меня это было неожиданно, по большому счету, потому что, ну, как-то, не знаю, я 30 лет занимаюсь общественно-политической деятельностью, из которых 16 лет я уже нахожусь за границей, в эмиграции, и как-то, в общем-то, я не переставал заниматься. И тут вот такое, не знаю, там, счастье, несчастье, понятия не имею. Меня это, в общем-то, не особо, там, не радует, не печалит, потому что, ну, как-то, не знаю, я... Определенный знак качества, наверное, это и есть. Я неоднозначно отношусь вообще к списку иноагентов, потому что там есть люди, которые, в общем-то, ну, не то, что недостойны, а просто я там этих людей знаю, что они, в общем-то, ну, перекрашенные такие, которые стали, значит, вот иноагентами, да, стали, а до этого они прекрасно сидели на всех стульях, работали с режимом. Есть там списки люди, которые и сегодня работают на режим, напрямую работают. Есть те, кто приводил Путина к власти, они тоже иноагенты. Безусловно, огромное количество из этого всего списка достойные люди, которые, в общем-то, не то, что заслужили, они просто занимаются правильными делами, последовательно в своих действиях, поэтому, в общем-то, то, что их прессует российское правительство, ну, это, наверное, заслужено за деятельность, ту, которую они ведут, опять-таки, за борьбу, за свободу, за права людей, поэтому, в общем-то, как бы так. Ну, действительно, там, у меня много знакомых и друзей даже в этом списке. Теперь как-то, вот, не знаю, какой-то есть определенный кружок, что ли, этих иноагентов. Ну, на моей жизни никак не отразится, тем более, что, в общем-то, ну, начнут, если какие-то действия делать, я такие, вот, плашки там надо ставить, да, какие-то. Ну, вот, я, правда, вообще не знаю, что нужно еще делать, я не собираюсь узнавать, но, и лично я считаю, что те, кто сегодня, являясь анагитом, ставят эти плашки, вот, они как раз являются способными, которые хотят усидеть на разных студиях, все по тем или иным причинам. Вот, мне необходимости такой нету, я, действительно, у меня годами последовательная позиция, поэтому никаких ни плашек ставить не буду, ни реагировать на какие-то действия российских властей, там, какие-то дела новые или что-то еще, мне это неинтересно, я, действительно, 16 лет уехал назад из России, и за это время там ни разу не был, и, в принципе, я не собираюсь возвращаться, поэтому, как бы, здесь для меня вопрос четкий и правильный. Ну, наверное, как бы, могу для себя решить, в связи с получением этого звания, что все я делаю правильно, нужно продолжать делать именно то, чем я занимаюсь. Сегодня я занимаюсь санкциями, я занимаюсь проектом от нашего движения «Говорите громче», проектом «Возмездие», и, в общем-то, для меня это главные вещи, которые я и впредь буду заниматься, поэтому для меня это никак не поменяется. Ну, действительно, многие поздравляли с этим так называемым званием. Будут ли, интересно, потом какие-то медальки давать, да, ну, на стену повешу. Кстати, к вопросу о санкции, хотела к нему немножечко позже перейти, но, раз вы уже это затронули, вот, хочу у вас спросить, а в чем проблема того, что работают они, ну, не так серьезно, как мы ожидали еще в прошлом году? Последнее сообщение о водах, вблизи Финляндии плавает множество российских теневых кораблей, вот этих танкеров, да, которые переводят нефть, и с которыми, ну, на уровне Евросоюза, там, в последнем пакете санкций обсуждалось, что будут с ними бороться. Ну, вот не борются, и все равно эти нефтедоллары, как-то, но попадают в российский бюджет, и, собственно, это помогает финансировать Путину войну, которую он ведет. Да, совершенно верно. Ну, проблема здесь главная, все-таки политической воли у Запада сегодняшний день пока не хватает, ну, и действительно огромное количество компаний, людей, которые обходят сегодня санкции, да, то есть Россия пытается найти разные лазейки. Бюрократическая машина западная, она вот настолько неповоротлива, что очень долго приходится добиваться санкционных каких-то вещей по каким-то, там, физическим или юридическим лицам. Ну, и тогда, когда сейчас идет в обход, как бы, санкции, ну, это, опять-таки, необходимо все новые и новые придумывать методы для борьбы. Действительно, огромное количество людей, которые уже в санкциях, и которые должны находиться в санкциях, да, работа не останавливается ни на минуту. Ну, сейчас я своей командой занят организацией Международного санкционного комитета. Я надеюсь, там, не знаю, может быть, через месяц нам удастся, в общем-то, предварительные дела уже и показать, там, более широком, для широкой публики. Но санкционная работа, действительно, она идет ежедневно. Она происходит по разным направлениям. Очень сложно бороться, опять-таки, с деньгами, с этими олигархами. У них деньги, у них власть, у них коррупция. Они пытаются всеми возможными способами выйти из-под санкций. Ну, у меня есть прекрасный пример, например, да, как бы, вот, как раз, движение «Говорите громче», которое я возглавляю в Великобритании. В свое время добилась того, чтобы господина Тинькова внесли в санкционные списки. Но, как мы видим, после, там, определенного количества времени, ему удалось, это единственный на сегодняшний день кейс, ему удалось соскочить из этого. Он прибегал к разным условиям. Естественно, огромное количество денег было затрачено для того, чтобы обелить. Более того, даже Михаил Ходорковский, который является, в общем-то, оппозиционной фигурой, да, писал за него, под него подписывался, чтобы его, как бы, освободили от санкций. Я считаю, что это ошибка и преступление. Подобные люди обязаны быть в санкционных списках. Мы сейчас проводим, конкретно, по Тинькову работу отдельно в Великобритании, чтобы обратно его запихнуть в эти санкции. Ну, и, естественно, стараемся так контролировать, в этом случае, те фамилии, с которыми я работал все эти, там, месяцы и годы. И, действительно, огромное количество людей удалось нести в санкционные списки. Сегодня, прямо, не знаю, может быть, секрет какой-то могло открыть, идут переговоры с представителями Соединенных Штатов по целому ряду фамилий. Я называть их сейчас не буду. Там, если удастся действительно договориться, мне кажется, что через какое-то время действительно нам удастся вот этот список от Международного санкционного комитета проводить в санкционные вещи разных стран, в общем-то, ну, дают плоды все равно. Но бороться энтузиазмом, скажем так, энтузиазмом против вот этой преступной машины, против этих преступников и пособников, у которых действительно деньги и власть, очень и очень сложно. Но так или иначе, нам тоже много чего удается. Поэтому мы не собираемся с этого пути сходить и будем продолжать вот эту борьбу о санкционных вещах. Требуем действительно от Запада главного сейчас. Это полное экономическое, политическое и культурное эмбарго для того, чтобы перекрыть кислород, для того, чтобы, как вы сейчас сами сказали, о примере вокруг Финляндии, например. Чтобы вот этого не было. Но для этого должна действительно политическая воля и многих государств, и многих политиков. Поэтому с кем-то, опять-таки, можно договориться отдельно. И вот мы как раз свои действия направляем больше на взаимодействие с представителями Великобритании и Соединенных Штатов, потому что с Европейским Союзом, к сожалению, ну, это работа очень сложная в связи с тем, что там принимаются консенсовые решения. А мы знаем, что, например, та же самая Венгрия, да, имея голос в Европейском Союзе, ставит палки в колеса по всем вопросам санкционным, по поводу поддержки Украины, ну и вообще о своем взаимодействии с Россией. Мы все прекрасно это видим и все прекрасно знаем, но так или иначе, да, работа все равно продолжается. Здесь никуда деваться, как говорится, у нас-то выхода другого нет. Нам нужна только победа, и нам нужно, чтобы пришло возмездие к каждому пособнику в дальнейшем. И оно уже пройдет. Кстати, не могу вас не уточнить, раз об олигархах уже говорим, а почему Фридман вернулся там в Москву? У вас есть, для вас это стало неожиданностью? Есть ли у вас объяснение этому? Ну, скажем так, смотрите, неожиданностью, конечно, не буду лукавить, неожиданностью это стало, но ведь это стало возможным в результате, опять-таки, в том числе и наших, и моих личных усилий, по большому счету, потому что как раз Фридман так сложилось, да, вот он сам, на самом деле, на мой взгляд, себя закопал, потому что он в свое время огромное количество денег спустил на лоббизм того, чтобы выйти из себя из-под санкций, но вот летом удалось впихнуть его и в санкционный список Соединенных Штатов, который главный санкционный список, а оттуда уже так вот, как Тинькофф вышел из-под санкций Великобритании, уже не получится. Ему потихонечку перекрывают кислород везде и возвращаться в Россию, это, в общем-то, был вопрос времени, потому что, ну, действительно, его посадят, за границей его посадят. Так, иначе он просто спасся от посадки, не от уголовного преследования. Все это будет продолжено. И как раз кейс Фридмана должен быть очень хорошим, как раз примером для всех остальных. Мы его выбрали для себя, вот в будущем санкционном комитете, и как раз будем заниматься тем, чтобы, вот он находится уже теперь по всевозможными санкциями, и нужно сделать так, чтобы конфисковано было все имущество, которое находится у него на Западе, чтобы было конфисковано в пользу Украины. Вот просто до копейки. Вот то, что можно на Западе забрать, все активы, аффилированные с ним, с его команды Альфа-Групп, которая является главным таким финансовой опорой все эти десятилетия правления Владимира Путина, вот просто именно конфисковать. Потому что на сегодняшний день вопрос конфискации пока, мы видим, не идет на Западе. Пока вот еле-еле удается включать национные списки той или иной страны, лиц и компании. А сейчас нужен новый этап, именно этап конфискации всего имущества. И вот кейс Фридмана будет прекрасным, таким примером будем делать все возможное, чтобы действительно арестовывать активы, и чтобы они были конфискованы в той или иной стране. Это долгий период, но так или иначе мы к нему идем, и я уверен, что рано или поздно у нас все получится. Вы говорите о том, что опасность у него была, что его на Западе посадят. А где гарантия, что его не посадят сейчас в России? Да, меня это, кстати, совершенно не интересует. Ну а ваш прогноз, кстати, ваш прогноз? Нет, не посадят его в Россию. В России его не посадят. Он поделится, там опять много активов. Он активно участвует в войне, между прочим, помогает этому режиму. Так что нет посадки для меня, во всяком случае, я вижу, на сегодняшний день посадка в Россию исключена. Да, немножечко, может, подербанят его активы внутри страны, но нет, ожидать посадки ему там не стоит совершенно. А вот как бы действительно сделать все возможное, чтобы он больше никогда из России не уехал, и конфисковать все имущество, ну вот это в наших силах точно. Еще не могу вас не расспросить об Абрамовиче, и вообще, кто он такой, и в чем его ключевая роль. Потому что несколько недель назад, кажется, издание «Медуза» сообщало о том, что в Роспропаганде дано такое негласное ЦУ, вообще о нем никак не упоминать. Ну, насколько я понимаю, и в Украине есть негласное такое, в общем-то, ну, это не ЦУ, а негласная информация господина Абрамовича не обсуждать. Насколько мне известно, в этом случае, потому что я сталкиваюсь с подобными вещами, с какими-то рекомендациями с разных сторон не делать этого. Ну, здесь, наверное, в первую очередь, наверное, вопрос нужно отнести к властям Украины. Почему такая преференция для него? Есть же информация о том, что он помогал до этого производить обмены военнопленных. Это важная, правильная работа. Здесь, как бы, сложно там бросить камень, как говорится. Но это же не обнуляет все то, что он делал до этого, и как нажил свои капиталы. Поэтому, ну, он находится под санкциями Великобритании. По-моему, он под санкциями Европейского Союза. Но не находится под санкциями Соединенных Штатов. Ну, могу сказать, что, в общем-то, переговоры и разговоры с представителями Соединенных Штатов у нас проводится по поводу Абрамовича. Здесь уже, там, конечно же, решение за, наверное, президентом Украины. Насколько, как бы, важен ему этот человек, готов ли он его обелять до того, чтобы какие-то, опять, вещи можно было передавать через него Путину. Насколько будет Абрамович эффективен в новых обменах военнопленных. Это важная работа. Обмен военнопленных, безусловно, это важная работа. Насколько все это, опять-таки, действительно, нивелирует все остальные его поступки и действия. Посмотрим, посмотрим, как поведут себя Соединенные Штаты. Здесь, опять-таки, разговоры, переговоры подобные проходят. А не только по Абрамовичу, по другим, естественно, лицам, кто сегодня не в санкционных списках. Так что, в общем-то, для меня это не табу. Мне Абрамович ничего не должен. Я, хоть и лично с ним знаком, виделись, там, последний раз я его видел на суде Борис Березовский против Абрамовича. Ну, я считаю, что этот человек тоже преступник. Он должен понести заслуженное наказание и получить возмездие. Для меня, как бы, нету никаких преференций. Те, кто замешан в режиме, кто является его пособниками, для меня все едины, независимо от того. Знаю, я дружу с кем-то, с кем-то взаимодействую или с кем-то взаимодействовал раньше. Для меня это не имеет значения. Сегодня они все преступники. Они должны получить возмездие и заслуженное наказание. Следите вы сейчас за визитом Путина в Китай. Ну, поскольку видел вчера, опять-таки, его встреча с Орбаном. Вот, как бы, рукопожатие. То есть, вот такие какие-то вещи. Не интересно особо, что он там, как бы, в Китае делает. Вот, если бы он поехал в такую-либо страну, которая подписала римский статут, вот здесь, наверное, лучше наблюдать. Да, вот Армения, например, артифицировала сейчас эту юридическую возможность ареста Владимира Путина. Китай, естественно, ему ничего не угрожает. Китай, и, наверное, он поехал как, там, проситель разных вещей, в том числе и, наверное, беспилотников. Мы недавно, да, там, российская сторона специально, специально так получилось, что они проговорились, да, что почти все беспилотники, находящиеся сейчас на вооружении российской армии, они произведены в Китае. То есть, получается, Китай официально или неофициально поддерживает Россию в войне с Украиной. То есть, как бы, опять-таки, здесь должны уже заниматься там, мировые лидеры и, там, судебные дальнейшие инстанции и те, кто занимаются санкционными списками и кто следит за выполнением наложенных санкций. То есть, здесь уже должны быть реагировать государства. Там, в частном порядке, как вот, там, наши команды, те люди, которые занимаются санкциями, мы, ну, просто не имеем возможности, кроме как публично прореагировать, да, или что-то проговорить. То есть, никаких рычагов у нас для этого нет. Вот. Но мы посмотрим, что он там привезет из Китая, что он отдаст Китаю, что он привезет из Китая. То есть, здесь идет такая торговля. Понятное дело, что он находится в, ну, заведомо, там, худшей позиции, чем китайская сторона. То есть, ему приходится идти тоже на какие-то уступки, которые, ну, то есть, это не партнеры. Тоже нужно понимать, Россия и Китай не партнеры, не полноправные, а полноправные партнеры. Это, в общем-то, есть Китай как большой брат, да, и Россия сегодня, которая, в общем-то, зависит от Китая во многих отраслях жизнедеятельности. Ну, кстати, параллельно с тем, как Путин в Китае, Лавров прибыл с визитом в КНД. Кстати, это же не первый визит его туда. Тоже сейчас, очевидно, это связано как раз с военным сотрудничеством. Это связано с военным сотрудничеством, и это связано, скорее всего, как мне кажется, с подталкиванием к каким-то действиям Северной Кореи, провокациям против Южной Кореи. То есть, как бы, Путину сейчас необходимо в разных уголках мира произвести такие локальные конфликты для того, чтобы, ну, отвлечь внимание мира от того, что происходит в Украине, и как он пытается уничтожить страну и нацию. То есть, как бы, для него это выгодно. Так что я не исключаю, что Россия вот этим визитом Лаврова в КНДР будет подталкивать на, ну, как минимум, на какие-то провокации, как минимум на провокации на границу с Северной и Южной Кореей. После 7 октября власти Южной Кореи заявили о том, что не исключают провокации со стороны Северной Кореи, даже удары со стороны Северной Кореи. Но вот в этом, кстати, контексте хочу, чтобы вы прокомментировали еще звонок, который состоялся между Путиным и Нитаньяпу. 10 дней с момента, да, начала войны, которую развязал Хамас против Израиля, прошло, и вдруг состоялся этот звонок. Почему пришел Путин позвонить, как считаете? Ну, во-первых, как бы мы видим прекрасно, что Россия выступает на стороне Хамаса. Хамас даже поблагодарил, слушайте, там был лишь вот этот... Ни для кого не секреты, как бы, да, мы никакие секреты не раскрываем. Те, кто, как бы, понимает и как-то разбирается, там, в геополитике, все это видит и прекрасно знает. Так что, в общем-то, Путин заинтересован, еще раз говорю, в локальных сейчас конфликтах, в разных уголках мира, для отвлечения внимания и геноцида, которые он устраивает в Украине. Поэтому, конечно же, будет использовать любые возможности для любых, как бы, действий, которые помогут ему отвлечь внимание от войны России и Украины. Поэтому, ну, не знаю, я... Есть расшифровка этого телефонного разговора, я просто не очень, честно, я не знаю, что такой разговор состоялся, но что конкретно обсуждали, мне сложно сказать. Ну, там, значит, Кремль свою версию о том, что высказал соболезнования Путин Нетаньяку, а со стороны Нетаньяку была позиция о том, что, значит, операция, которую Израиль продолжает против ГАЗа, она и будет продолжаться. То есть абсолютно две разные, да, 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 абсолютно две разные версии этого разговора. А, то есть показатели не сходятся, как обычно это и бывает. Поэтому, в общем-то, ну, наверное, все-таки в данной ситуации я бы там, естественно, больше верил израильской стороне. Безусловно, совершенно. Хотя, опять-таки, мы знаем личную дружбу Нетаньяка с Путиным. Но есть личная дружба, есть государственные интересы, да, поэтому, в общем-то, вот в свое время он также дружил с там бывшим лидером Италии Берлускони, главой этой мафии, как бы, итальянской. Но государственные интересы, они не всегда могли совпадать, потому что все-таки, как бы, да, дружба-дружба, а интересы страны, они должны быть важнее. Поэтому мы прекрасно помним, как Нетаньяку всегда использовал в своей предвыборной кампании знакомство с Путиным, дружбу с Путиным, большие эти плакаты по всей стране развешивались вместе, Нетаньяку и Путин, и об этом всегда говорилось, в общем-то, там и нами, и оппозиционными Таньяку, лидерами, что невозможно с диктатором иметь отношения публичные, да, то есть мы не говорим, каждый человек может дружить с кем угодно, вот с кем угодно, но когда ты являешься лидером страны, ну, как-то вот заниматься даже теми же самыми рукопожатиями, которые вчера занимался Орбан с Путиным в Китае, ну, это просто, ну, это просто преступно сегодняшний, в сегодняшнем мире это преступно. И, соответственно, нужно делать выводы о дальнейшем вообще взаимодействии, мне, например, как бы, я не очень понимаю, как Венгрия вообще дальше будет находиться и развиваться внутри Европейского Союза, потому что, ну, на сегодняшний день действительно дружба и взаимоотношения, взаимодействие, экономическое развитие, там, дипломатические, культурные связи сегодня с фашистским путинским режимом должно быть табу. Орбан этого не делает. Конечно же, наверняка, естественно, какие-то преференции для своей страны он у Путина получит, а Путин с удовольствием будет проплачивать эти вопросы, чтобы тормозить и блокировать стильные решения, возможные решения Европейского Союза с помощью Венгрии. Тоже все понятно и все листимо. Ну, вот. Ну, что касается, опять возвращаясь к Израилю, как бы, да, действительно, Россия официально вообще не выделила, не сделала, там, не знаю, слова поддержки, слова поддержки Израилю, поддержка Хамаса и теперь, как бы, все вот тем более о тех событиях вчерашних, то, что произошли в Израиле и то, что было ночью в разных странах касательно посольств Великобритании, Соединенных Штатах, Франции, беспорядки, которые устраивают палестинские защитники или представители Палестины, ну, это все, в общем-то, играет на руку Путина и по этому, конечно же, он... Ну, а рука российских спецслужб в этом может быть? Что? Рука российских спецслужб? Вот в ночных и вчерашних событиях, ой, не могу сказать, как бы, здесь, скажем так, голословно утверждать ничего не могу, потому что, как бы, было бы просто неправильно, да, и я как-то не люблю заниматься... Конспирологией. Да-да-да, и враньем. Но совершенно уже очевидно, что оружие, которое использует Хамас, оно предоставлено было российской стороной, часть этого оружия. Совершенно понятно, и вот то, о чем говорили спецслужбы Украины, то, что было специально вот оружие, которое, там, в боях получали, там, тем или иным способом, за счет, как бы, отступления украинской армии и отступления российской армии за все эти месяцы войны, переправилось туда именно с провокационной истории, вот оно столкнулось теперь у КамАЗа. Оно может состоять в других каких-то конфликтах, я этого совершенно не исключаю, потому что такими подлогами, вот таким, как бы, саботажем да и вредительством российская страна занимается все годы. Поэтому ожидать от них можно всего самого наихудшего, и, скорее всего, это будет вообще действительно правдой, потому что мы видим, как последние года, как ведет себя российская власть, чем занимаются российские спецслужбы, как проводят вот эту политику внешнюю России. Так что здесь, в общем-то, сюрпризов никаких нету, и нужно просто понимать, что действительно Россия стоит отчасти вот за этим сейчас войной в Израиле. Так что здесь, как бы, никаких сюрпризов действительно нету. Андрей, я благодарю вас, как всегда, за интересную беседу. Рад вас видеть на канале сейчас, и, я надеюсь, до скорых встреч. Да, спасибо большое. Андрей Сидельников, лидер Международного Руку, уберите голос, чтобы в разуме с нами, вот и при традиции наших глядачей заплатает поддержку на цей стрим своим лайком, коментарем, но, безумовно, поширте важного разговора, так и побачить, и почувствовать, я помогаю больше людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова